12.06.2020 в 21 час 15 минут по адресу город Велья, набережная Афанас Никитин, 90-2, в этой части был остановлен транспортный след. Наличие достаточно оснований полагать, что лицо, которое управляет транспортным следством, находится в состоянии опьянения. Я бы хотел, чтобы это вы расшифровали. Наличие у лица одного или нескольких признаков опьянения. Какие? У вас имеется признак опьянения запах алкоголя изо рта. На каком основании остановили данное средство? На основании контроля следователей. Отстранены от управления транспортным следствием. Это операция? Операция? Да, если вы хотите ознакомиться, вы можете позвонить. Да, конечно, конечно, я позвоню. Ваш право. Достранение причин на отстранение. Конечно. Сейчас у нас время 21.07. Протокол. Статья 25.1. Протокол. Сморативное правонарушение. Право на консистемы. Транспорт. Стальное отношение вас дотайся на то, что будет помощь в республике. Статья 51. Конституция. Не следите за просе от своих близких родственников. Конечно. Вам понятно по сути протокола об отстранении? Мне непонятно. Что? Остановка. Я вам объясню. На основании контроля трезвости. Затем. Стоп, стоп, стоп. Вы записываете? Записывайте, пожалуйста. Ведь вы же задержали меня, остановив мой транспортный автомобиль. Ваше транспортное средство. Мое транспортное средство. На основании чего? На основании операции контроль трезвости. Я пока ничего не подписываться не буду. Не буду. Потому что вы не можете пояснить, за что конкретно. Я понял. Расписываться не буду. Я оставлю отметку. Отказались. Отказались за что? Расписывайся к протоколу. Получайся. Копию протокола чего? Вот отстранили от управления транспортного средства. На основании чего? Копию протокола получать будете? Да, нет? Я вам последний раз. Извините, пожалуйста. Вам не кажется, что гражданины, которые платят налоги, на которые вы содержитесь как госорганы, сейчас его пытают вам расписать все? Потом расскажите. Может быть, вы налоговая служба? Простите, пожалуйста. Я не налоговая служба. Нет? Андрей Федорович, а что вы делаете полезного для этого государства? Выслушайте, пожалуйста. С всеми разом вам рассказывают. Выслушайте. В отношении... Сотрудник, еще раз, простите, пожалуйста. Сотрудник некомпетентен. И рассказывает мне абсолютную ересь, в которой я никогда не распишусь. Как человек, преподававший в достаточно весомых государственных структурах. Очень замечательно. Хорошо. Что дальше? Я составил протокол об отстранении, чтобы проверить транспорт с трестом. Вы врете. Вы ярко врете, что по непонятным причинам меня оставили. Да, видите, мы вообще с вами должны полтора метра в связи с коронавирусом бежать на паре социальных. На каком основании вы сотрудники... Ищите! Стоять! Вы, сотрудник, меня остановили. Еще раз. На каком основании? Копия протокола получать будет? Ничего я от вас, не пояснившему мне, сотруднику, который живет на моей налоге, пояснять не планирую. По одной причине я не ошибаюсь. Уверен. Кричать не надо. Уверен. Вы на дностративном здании находите. Поспокойнее себя ведите. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Это называется милицейский беспредел. Следующее наше дело будет рассматривать корпорации «Медуза». Ничего более я не производить с вами не буду. Не производить в числе пяти сотрудников и я один не буду. Без знакомых, без, соответственно, свидетелей ни о чем мы больше разговаривать не можем с вами. И вы это понимаете, и я это понимаю. Послушайте, я дальше. У меня в руках имеется алкотектор «Медуза» и его двадцатый номер. Я не готов. Послушайте меня. Я не готов. Я считаю, что это все чистый произвол. И вы занимаетесь только одним – вымогательством денежных средств у граждан. На простом присядьте. На простом. Фиксируйте все. На простом. На простом. Я вас прошу. Еще раз. Я пытаюсь защитить свои права. Вы мне говорите, присядьте. Да. Я вас прошу, присядьте. На каком основании? Кубань обхватываю. Я вот эту баню. Я держу. Дым. Дым, 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 дым. Андрей Федорович, вы не делаете. Я не делаете. Еще раз. Я хочу сказать, что сейчас у нас с вами даже еще время ограничено. От чьей-то темы наполнился на балет. То есть надо просто наполнить полные легкие, да? Нужно просто спокойно падать, как шарик. Господи, не дай вам оказаться в моем положении, как говорится. Андрей Федорович, вы эту трубочку не полностью губами охватываете. Дым, 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 дым. Я полностью еще трубочку охватываю? Я же вижу. Да. Андрей Федорович, не надо сейчас тренироваться. Мне хочется, можно сказать, чтобы закончилось все. Все закончится. Дым, 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 дым. Сейчас посмотрим. Андрей Федорович обвиняет в употреблении безалковольных пивов. Самое странное, что профессионалы, которые, я считаю, что являются нашими сотрудниками, не могут наделать. 0,56, Андрей Федорович. Это более чем? Ну, 16, допустим, мое значение. Все, что выше нас 16, это состояние обвинения. Давайте у меня кровь наоборот. Я знаю, что я не употреблял алкоголь намеренно. И если и употреблял алкоголь, то в составе медицинских препаратов. Ну, не берем кровь. Я понимаю, что у вас не специализированная лаборатория. У вас что, есть здесь аккредитованный специалист, который может брать кровь? Конечно. Покажите мне, пожалуйста. Еще раз покажите мне, пожалуйста, всех аккредитованных специалистов. Их сертификаты на возможных заборах крови из вены, если вы это планируете сделать. И далее на сертификат на тест, которым вы планируете, сертификат на материал, в который вы планируете поместить. И, пожалуйста, как только вы мне это предоставите, я с удовольствием сдам кровь. А пока и вы, и я подпишем, что так как ни вы, ни я, вернее, ни вы не предоставили сертификатов мне на данные материалы, я отказываюсь сдавать кровь, так как боюсь в коронавирусном, соответственно, обществе. Я все поняла, что вы спрятали. Хочу сказать, что областной наркодиспансер имеет лицензию на проведение медицинского свидетельства, на состояние опьянения. Поскольку вы отказываетесь сдавать кровь, мы с вами расстаемся, я пишу отказ от медицинского свидетельства, и мы все.